Привет! Вот и до меня дошел Xiaomi Poco F6, смартфон о котором много говорят и смартфон который будут покупать гигантскими тиражами. Сегодня мы распакуемся, ну а большой обзор, ну и наверное не только обзор, а вообще подробно поговорим про этот Poco F6 чуть-чуть попозже. А сейчас первые впечатления. Итак, коробка, как и для всех дорогих Poco, преобладает черный цвет, но есть естественно и фирменный желтый. Что нам производитель здесь хочет рассказать? Версия у меня самая, что ни на есть базовая, 8.256, цвет зеленый. Специально искал зеленый, ну потому что он такой свежий и интересный. Ну а больше тут разглядывать нечего, поэтому будем вскрываться, смотреть что нас ожидает внутри. Но я подозреваю, что никаких особых сюрпризов ждать именно по комплектации, вот конкретно от этого Poco не стоит. Короче, внутри все как обычно. Сперва нас встречает конверт. Смотрим на этот пресловутый чехол. Нет, чехол все такой же, такой же, такой же, такой же серый. Но обращает на себя внимание, что тут все сделано глазками, а не как на том же самом. Вот, кстати, обратите внимание, у меня в руках GT6 от Realme. Вот такое ощущение, что они прям братья-близнецы. Но в Realme чехол такой, он вот эту всю зеркальную поверхность открывает. И здесь же сделано, ну честно, мне нравится больше подход Xiaomi. Сам смартфон, но о нем мы, конечно, еще поговорим. И зарядка, провод. Зарядка тут на 90 ватт, быстрая, совместимая, между прочим, с Power Delivery. Ну и провод 2-амперный. Все, больше в коробке смотреть не на что, кроме, естественно, самого Poco F6. Вот он этот зеленый цвет. Хотя в реальности он какой-то серебро, что ли, отдающий. На конверте, что нам пишет производитель, на что хочется обратить наше внимание. Snapdragon 8s Gen 3. Тот самый процессор, который использован в этом конкуренте. Xiaomi, Realme GT6. 120-герцовый экран, 90-ваттная зарядка, о ней мы уже поговорили. И 50-мегапиксельная основная камера с опт-стабом. Ну что же, тогда будем включаться. Вибрация мне нравится, моторчик флагманский. Пока смартфон активируется, что мы можем здесь поразглядывать в дизайне? Ну, вот это эволюционное развитие квадратного дизайна. Когда вот в 24-м году, сейчас опять мода на скругление пошли. Большие, очень большие, кругляши камер. Вот для сравнения. Хотя, знаете, ну вот, чтобы просто было понятно, да? Такое ощущение, что эти смартфоны такие одни и те же люди разрабатывали. Задняя часть пластиковая. По сравнению с Realme, с его стеклом, это, конечно, минус. И рамка тоже, тоже, тоже пластиковая. Первое включение довольно быстрое. И давайте сразу поговорим об экране этого смартфона. Перейдем. Ну, вот на этом HyperOS, который раз уже говорил. Ну, вот крайне неудобно, что они убрали подписи. Да, вот можно сделать вот так и перейти сразу в настройки. Но, опять же, опять же, подписи мы можем, если нажмем изменить, тогда мы их видим. Ну, ладно, это все мелочи. К этому всему мы привыкнем. Кстати, вот я сейчас только смартфон достал из коробки. На экране нанесена пленка. Пленка какая-то с не очень хорошим олеофобным покрытием. Ну, вот прямо из коробки палец плохо скользит. Это вам так для справки. Короче, экран. Что мы здесь имеем? Автояркость я отключу. Частота обновления у нас из коробки включена динамическое изменение. Мы переключим на 120 Гц принудительных. Что это вообще за матрица? AMOLED HDR10+, 6,67 дюймов. И пиковую яркость они обещают 2400 нит. Но вообще об экране я хочу рассказать этого смартфона подробно в сравнении с экраном от Realme. Потому что, ну вот, по всем характеристикам, экран от Realme будет гораздо лучше, чем на Xiaomi. И еще пункт, который обратил мое внимание в настройках экрана. Система визуализации с E. Это супер разрешение. Ну, короче говоря, это все для воспроизведения HDR. Ну, как бы я уже говорил, здесь использован процессор новый, новый Snapdragon 8 Gen 3. Который, ну, конечно, в комментариях многие знатоки говорят, что это 8 Gen 2. Но на самом деле это 8 Gen 3, но только порезанный по частотам и с видеоядром послабее. То есть здесь Qualcomm не стал делать по своему старому сценарию, когда они просто переименовывали предыдущий флагманский чипсет, как это было там с 865-м, 870-м. Они именно упростили флагмана. Процессор, если говорить по опыту GT6, мне понравился. Но тут, естественно, еще и HyperOS. И оперативки тут у меня тоже меньше, чем на GT6. Потому что тут 8 встроенных. И еще можно накинуть эту самую виртуальную память. Давайте поговорим о камере этого смартфона. Ну, потому что здесь она все-таки попроще, чем и на флагмане F6 Pro и на конкурирующем GT6. Что нам дали за сенсоры? Это два сенсора. Один 50-мегапиксельный. Судя по всему, это новый Sony сенсор с фазовым автофокусом и опт-стабом. Плюс еще линза тут светосильная F1.6. Ширик на 8 мегапикселей. Ну, мы этот ширик уже сто раз где видели. А вот в третьей окружности ничего, кроме вспышки, нет. В общем, давайте сейчас я сделаю буквально пару снимков на эту камеру. Естественно, говорить подробно о том, как снимает этот смартфон, мы будем в большом обзоре. Ну, а сейчас мы видим интерфейс и делаем снимки. Вы их можете увидеть на экране. Естественно, здесь будут идеальные условия для съемки. То еще я хочу показать вам. Это то, какое видео этот смартфон в максимальном разрешении может писать. 4К 60 кадров в секунду. Вот это мне очень нравится, что новый 8S Gen 3 позволяет среднебюджетным смартфонам наконец-то писать 4К 60 FPS. Я думаю, и вы многие это оцените. Ну, так как мы говорим про Xiaomi, то, конечно, самое главное, да, это топ за свои деньги. Но второе в этой формуле, к которой все привыкли, это, конечно, деньги. Сколько стоит данный смартфон? Ну, давайте начнем с того, где я покупал. Ссылку на продавца я оставлю в описании. Я брал на Алиэкспрессе, на старте. Там были кое-какие распродажи. И мне этот смартфон обошелся в 28 тысяч рублей. Плюс я заплатил полторы тысячи пошлины родному государству. Кстати, процесс оплаты этих пошлин, ну, вот без мата просто невозможно его описывать. Короче говоря, версию 8.256 можно вполне себе за 30 тысяч приобрести. И если же мы пойдем в российские магазины электроники и посмотрим на те ценники, которые нам предлагает ритейл вместе с представительством Xiaomi, тут тоже без мата, к сожалению, не обойдется. Потому что вот точно такой же смартфон, что-то там за 45 тысяч нам предлагают. Да, конечно, кто-то скажет, ну, там же магазины, там же налоги надо платить и все остальное. Версия на 512, естественно, будет дороже. А если у вас больше денег, берите F6 Pro. Но это совсем другая история. По первым впечатлениям смартфон не нравится. Это такой классический Xiaomi, где все вкачано в производительность. А вот другое уже, конечно, под вопросом. В том числе и экран. Но об экране еще поговорим в отдельном видео, сравним с GT6. Ну и обзор, конечно, впереди. Про телегу нашу не забывай, там бывает интересный эксклюзивный контент, так сказать. Лайк, подписка, все как обычно. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok